Всем большой привет! Сегодня у меня 10 день моей диеты, питания, один раз в день. Я все-таки считаю это диетическим питанием. Сегодня был трудный день на самом деле, потому что я так полагаю, что у меня получилось так, что я израсходовала гораздо больше калорий, чем я вообще дала своему организму. И мне было сегодня, кстати, очень нехорошо. То есть у нас сегодня получилось, что мы ездили в два парка на аттракционы. Это другие концы вообще Москвы совершенно, то есть это далеко. И от метро это не совсем близко. Вот, значит, в одном парке мы так быстренько покатались, я чувствовала себя очень даже хорошо. Я утром встала, чувствовала себя хорошо. Я выпила, значит, стакан воды, потом я выпила чашку кофе, вообще было все прекрасно. И в первом парке мы погуляли вот на поклонке очень даже хорошо. Я чувствовала себя хорошо. Но единственный такой момент, как бы я стараюсь вообще, в принципе, в последнее время ездить какую-то в одну точку. То есть не колесить по всей Москве, по разным там местам. Вот мы съездили там куда-то, не знаю, там в какой-то музей, вернулись домой. То есть я из музея в музей или из парка в парк стараюсь не ездить. То есть погуляли где-то в одном месте и домой. Здесь я, ну, как бы предложила детям и поехала с ними с поклонки в Парк Горьково. Это, в принципе, по метро, это рядом. Но мы стояли в час, целый час на солнцепёке за билетами в кассу. Потом, значит, мы ещё стояли, и там солнцепёк, понимаете, такой сильный. И мы, значит, полчаса отстояли. И у меня очень сильно скрутило... Короче, у меня боль такая началась везде, короче, в позвоночнике. Она у меня, знаете, что у меня есть травма позвоночника. Я, может, когда-нибудь расскажу об этом. У меня есть травма позвоночника. Но я про неё уже много лет как бы не вспоминаю. Я подумала, что она меня больше не будет беспокоить. Оказалось, что это не так. То есть полчаса мы отстояли там. Но это в счёт того, что мы ещё ходили, да, там в других местах, пока ехали туда-сюда. Это тоже всё, мы много очень ходили. И у меня резко начались какие-то боли и в позвоночнике, и в кишечнике. И меня стало потом тошнить. Я воду пила простую. И я еле там, короче, откатала, детей покатала. И всё, мы там проходили. Но мне было очень-очень плохо вообще. Я еле доехала до дома. Вот. Потом, короче, мы всё-таки достояли, значит, с абилетами час на жаре на этой. Потом покатались на кое-каких аттракционах. Там тоже очереди. Но на каждый аттракцион, например, минут по 10, это ладно. Это в лучшем случае. 10 минут вы ждёте, стоите, ну, где-то, ну, может, минут 15. По 5 аттракционов, короче, на ребёнка. И самый популярный там был аттракцион в парке Горького – это цепочка. Туда мы стояли 30 минут на жаре. У меня просто ломил позвоночник жутко. И ещё с этого позвоночника, короче, не знаю, с позвоночника с чего. У меня ещё боли в кишечнике страшные были просто вообще. Такие резкие, знаете, такие спазмы. Я думала, всё, я вообще не доеду до дома. Вообще ни докуда не доеду. Мне было, короче, очень плохо. Но я, в общем, собралась силами и всё-таки до дома доехала. Приехала я домой. Приготовила еле-еле. Знаете, я не могла ходить. Я не знала, откуда у меня боль, что такое происходит. Короче, во всём организме какая-то жуткая боль. Но потом до меня дошло, что это всё-таки кишечник. Уже потом этот вопрос разрешился. Сделала детям я... Благо сварила суп я вчера, да. И детям суп, в общем, я разогрела. И сама тоже я суп себе разогрела. Большую тарелку супа. Съела я, короче, этот суп. Большую тарелку с двумя кусками ржаного хлеба. И вы знаете, у меня этот суп, он просто в меня провалился. И я не поняла вообще, куда он провалился. Почему я всё это на самом деле рассказываю? Я хочу, чтобы вы как бы понимали, какие вот, например, могут быть как вариант из ощущений, которые происходят на таком питании. Потому что, знаете, некоторые записывают видео. Я сидела два месяца на питании один раз в день. Но она не рассказывает о том, как ей было фигово. Я не верю о том, что человек, который на таком питании, что он себя реально чувствует прекрасно всегда. Если только у него действительно, он просто дома находится всё время, да. У него нет никаких дел, и ни голова не кружится, ничего, потому что он всё время там, не знаю, в квартире, да, находится. То есть, если вдруг что, он может прилечь или присесть. Но если вот на таком питании вы находитесь, и у вас ещё куча как бы дел, и вы расходуете гораздо больше энергии, чем вы как бы калории в себя вкладываете, ну, не бывает этой вот, знаете, такая диета, короче, она не бесследна вообще абсолютно. Вот. Провалился в меня этот суп. Сегодня два кусочка ржаного хлеба, большая тарелка супа с куриным мясом, овощами и имбирь. Перемыла я посуду. И знаете, у меня было такое ощущение, как будто я ничего не ела. То есть, вот куда-то он у меня провалился, я его вообще даже не поняла. И вы знаете, я его никак не ощутила в организме, ни в желудке, вообще нигде. Как будто он у меня куда-то сразу, знаете, мгновенно переварился и куда-то провалился. Вот. Я взяла, налила себе чай, подождала 15 минут. Думаю, ладно, если я в течение часа кушаю, подожду, подождала 15 минут. Вот. Съела с чаем, чай с лимоном без сахара, съела, значит, два пряника, звездочка. Ну, может быть, где-то они на 100 грамм оба пряника вместе. Может быть, 80 грамм, вот так вот. Вот. Потом, значит, я посидела, знаете, вот эти пряники, они тоже в меня куда-то провалились. Я вообще ничего не поняла. Поела я эти пряники, как-то не поела, вообще ничего не поняла. Знаете, ни вкусовые ощущения, ничего не поняла. Вы знаете, просто есть такой момент, что говорят, вот, когда человек очень много ест, у него пропадают вкусовые ощущения, и у него вся еда там какая-то одинаковая по вкусу. Вот я, например, грубо говоря, голодаю, да. У меня тоже сегодня была какая-то еда одинаковая по вкусу вообще. Мозг отказался работать совершенно. Посидела я, короче, еще 15 минут посидела с этим чаем, потому что я еще пряники есть не хотела, хотя они у меня были. Я вообще люблю, да, пряники, вы знаете, всякие такие мучные изделия. Вот. Посидела я, что-то подумала. Но вы знаете, что я хочу вам сказать? Что я, когда все это стало есть, вот этот суп и вообще какую-то вот еду, да, я ее стала есть для того, чтобы я просто не упала до конца дня, потому что время только было, вот мы приехали 6 часов вечера. Я это все съела для того, чтобы у меня хоть какая-то, как бы, хоть какие-то силы были еще дотянуть до конца дня. Посидела еще 15 минут, и в холодильнике было у меня, знаете, такое, не знаю, колбаса, не колбаса, как это называется, такой, как рулетик мясной, называется мясо свиных голов. Я, значит, отрезала себе два кругляшка, вот они вот, ну, такие где-то по размеру, по, может, миллиметров, по 7, ну, сантиметров, может, по 5 миллиметров, короче. Два кругляшка отрезала с белым хлебом. И допила я этот чай. И, вы знаете, что-то мне как-то так полегчало, хочу сказать. У меня как-то так, мне прям сразу как-то стало хорошо. Вот не знаю, не знаю, как это объяснить, но мне стало как-то полегчало просто. Очень хорошее какое-то самочувствие внезапно стало. И боли у меня резкие вот эти прекратились. Да и позвоночник у меня стал как бы поменьше. Вот боли такие у меня в позвоночнике, в поясничном отделе тоже, они у меня, кстати, меньше стали. Вот, что я хочу сказать. В общем, если вы соберетесь вот на такое питание, то есть нужно рассчитывать. Я считаю, что те, кто вот работают, особенно на ногах, вот у кого труд, кто как бы не сидячий образ жизни, не сидит за компьютером там целый день, да, вам, конечно, на такое питание вообще нельзя просто. Это очень даже опасно, понимаете? Это очень опасно, если вы на ногах работаете. Это очень опасно, вас даже не спасет, если вы будете пить целый день воду. То есть у вас все равно, вам не хватит как бы энергии, еще с кишечником что-нибудь приключится. Так что будьте аккуратны в таком питании. А у меня сегодня вот так вот, ой, прошел день. Я даже не ожидала, что он у меня так пройдет, потому что я себя чувствовала, встала, когда чувствовала себя отлично. У меня было дофига энергии, чтобы съездить вот в два парка и покататься там на аттракционах. Но поворот, конечно, я такой реально не ожидала. Еще я была, знаете, в шоке. Я уже от такого количества людей, огромное просто количество людей, людей в парке Горького. И вот на улице, которая идет к парку Горького, огромное количество людей. На Поклонке вообще никого нет. На Поклонке это, знаете, как иголку в стоге сена искать. Вот люди, да, и люди это иголка в стоге сена искать. Нет там никого на Поклонке по сравнению с парком Горького. Там вся молодежь, там все вот, не знаю, вся молодежь, и пенсионеров там полно, и семейных каких-то там. Там очень много людей. Я столько людей уже давно не видела. Очень, ну вообще давно. Я считаю, что в нашем районе все вымерли по сравнению с тем, что я видела там. Я даже не ожидала столько там людей увидеть. Когда мы вот из метро вышли, Октябрьское, повернули налево, и там, знаете, вниз к парку Горького идет дорога. Там толпа, понимаете, огромное количество людей. Это как будто вот как на юге, знаете, вот эти толпы людей отдыхающих. И у нас здесь такая толпа. Я прям даже просто обалдела. Вообще настолько не ожидала. Все, всем я желаю отличного похудения. Всем огромное спасибо за внимание. В общем, следите за своим питанием. Я, конечно, продолжу, потому что мне сейчас вот полегчало. Мне стало легче сейчас немножко. И я продолжу дальше так питаться. Но я уже была, знаете, сегодня прямо на грани, потому что я немножко испугалась, если честно. Как бы куда у меня еда там провалилась. Вот за эти все ощущения немного я как бы испугалась. Но просто про себя потом думаю, блин, ну я же так как-то жила же, когда вот там работала, еще семьи у меня не было. Вот это все. Я же так как-то питалась один раз в день вечером, но ничего не умерла. Вот. Так что все. Всем большое спасибо. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok